Я уже много раз рассказывал про то, как сделать hard reset планшету на андроиде и ни разу не показывал, как сделать hard reset назовем его hard reset как сделать сброс до заводских настроек планшету на виндусе на полноценном виндусе, то есть это либо 8, либо 8.1, либо десятка принцип тот же, немножко по другому будут называться меню и немножко по другому будет расположение кнопок а так 8, 8.1, 10 откатываются одинаково у меня есть инструкция по виндусу по откату для ноутбуков и компьютеров она здесь тоже точно подходит но я на всякий случай покажу еще на примере планшета планшет в данном случае у нас Samsung так должен подойти ко всем современным ирбисам и так далее самое важное понять до того, как вы будете дальше смотреть это видео что откатиться можно только если с виндусом все в порядке то есть не задет установочный файл у виндуса не задет, если он есть таковой образ заводской образ от производителя этого планшета только при этих условиях у вас откатиться получится если в процессе отката он откажется по причине, что не хватает каких-то файлов то вам только перестанет Windows об этом отдельный разговор, возможно будет отдельное видео и так далее сейчас покажу простой способ если планшет работает, просто нахватали либо вирусов, либо какие-то глюки происходят либо программы какие-то сами по себе устанавливаются что-то зависает, тормозит и так далее самый простой способ откатиться это если Windows включается если Windows не включается подключаете через UTG клавиатуру зажимаете соответствующие каждому конкретному планшету кнопки но в основном эта кнопка там бывает F8 она вызывает меню восстановления, такое синее к которому мы сейчас перейдем это если планшет не включается если включается через поиск сейчас покажу как этим пользоваться если не включается, зависает на заставке не доставились какие-то обновления и так далее он не пускает в сам Windows то нужно вызвать окно каким образом вы это делать будете я к сожалению не знаю я покажу на примере включающегося до появления синего окна если вы это синее окно сможете вызвать на своем не включающемся планшете то также сможете точно восстановиться как я сейчас значит первое что нужно сделать загрузить рабочий стол подключить его на зарядку либо полностью чтобы он был заряженным чтобы в процессе сброса он не вывалил нам окно чтобы прерванно и дальше восстановить нет возможности значит что мы делаем поиск в поиске вбиваем строчку восстановление такое тур у нас прям пишем можно по русски можно по английски наверное так восстановление параметры восстановления вот у нас самый первый пункт второй у нас есть вернуть компьютер в исходное состояние и выполнить откат к более ранней сборке и просто есть восстановление вот последнее восстановление это восстановление контрольной точки Если вы просто хотите на какую-то контрольную точку откатиться Вот последний пункт для вас Я же покажу, как полностью переустановить Windows на нем Путем распаковки предустановленного образа Либо путем распаковки предустановленных производителем настроек этого Windows Я сейчас пойду по самому сложному пути Выберу параметры восстановления Объясню, почему я пойду по сложному пути Чтобы вам больше показать Квадатуру мы свернем, она нам пока не нужна Дальше Есть куча всяких восстановлений Нам нужно выбрать там, где будет написано Вернуть компьютер в исходное состояние В моем случае вот он, начать Компьютер, скорее всего, перезагрузится Либо продолжит перезагрузиться И выдаст синее окно Вот это вот синее окно, сейчас он спрашивает Сохранить мои файлы, либо удалить все Еще одно такое следом окно будет Почему нельзя нажимать сохранить мои файлы Если он сохранит мои файлы То, возможно, часть вредоносных программ, часть глюков каких-то Останет с вашим компьютером То есть это будет пустая трата времени На планшет Поэтому нужно выбирать удалить все Он в следующем окно сейчас спросит, скорее всего, пароль Либо в каком-то следующем И спросит Просто удалить мои файлы, либо удалить файлы с очисткой диска Нужно выбрать просто удалить мои файлы Почему не нужно выбирать удаление файлов и очистка диска? Не нужно это делать по той причине, что он не просто удаляет ваш файл А еще и форматирует диск И, видать, форматирует на каком-то низком уровне И все это затягивается на 3-4 часа Бывает даже больше, если у вас компьютер, ноутбук И жесткий диск какие-то проблемы Поэтому выбирайте просто удалить мои файлы И, в принципе, все Значит, вот он теперь говорит, что подключить к питанию без зарядки Он нам ничего делать не будет Втыкаем шнур Возвращаемся назад И втыкаем ему питание Питание воткнули Просто удалить мои файлы Ждем, пока закончится подготовка И пока он нам не выдаст следующее окно Возможно, он спросит пароль Если вдруг у вас планшет не включает Зависать на заставке Еще что-то такое Вы либо само окно Либо вы его можете вызвать Если само окно не открывается само по себе Там будет примерно такое же меню Восстановление Потом, по-моему, настройка И, по-моему, перезагрузка Вот То также ищите там восстановление Просто удалить мои файлы Совсем соглашаете Если спрашивают пароль От Windows Вводите пароль Ну и, в принципе, все Вот сейчас он говорит, что Какие изменения будут внесены Нас все это устраивает И нажимаем продолжить Ждем окончания На восьмерке, на 8.1 Немножко будет отличаться То есть все Он дальше сам руководит планшетом Сам перезагрузится Сам все сделает Там свои нужные операции Ждем просто окончания Я извиняюсь заранее за то, что тут Блики на планшете У меня не очень удачный свет В будущем Возможно, решу эту проблему Сейчас пока, к сожалению Нет возможности решить эту проблему Все, ждем окончания Процесс долгий Может там часа на полтора затянуться В процессе может появиться Вот такое окно Будет устанавливать Какие-то компоненты драйвера И так далее По окончании процесса Вылезет окно Где будет спрашиваться Язык, дата, время, вай-фай И так далее Со всем соглашаемся Пароли все вводим И пользуемся Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Сейчас вот еще покажу Синее окно Про которое я говорил Вы его увидите Сейчас покажу Как из него еще сделать сброс Это если планшет у вас зависает И отказывается заходить в Windows Такое окно вы можете увидеть для себя Здесь поиск неисправности и устранения Вернуть компьютер в исходное состояние А дальше по тому сценарию Который я вам показал Тут еще есть дополнительные параметры Тут можно в Windows войти С него восстановить К последней точке доступа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok